Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Томас, и сегодня мы продолжаем играть в Lifeless Planet. Безжизненная планета. Мы идем по следам той чувихи, которая здесь, не знаю... Которая здесь живет, наверное, на этой планете, или что она тут делает вообще... Ну, в общем, из-за того, что она вот такая вот зеленая, ее не трогают вот эти вот корни, которые сейчас обвязали мою ногу. Черт, блин! Или... Ёб твою... Твою мать! А я думал, она с ними заодно! Видите, ребят, вот почему ее не трогают корни эти. Она... она... я не знаю, ну, из-за того, что она вот этот зеленого цвета, типа, зеленые глаза у нее, и вообще она какая-то мутантша... Какая... какой-то мутант... Она может убивать все эти растения. Она спасла меня! Ну зачем? С какой целью? Мне тоже это интересно, ребят, так что пойдемте дальше. Пойдемте дальше, нам нужно... Нам нужно сюда! О, черт! О, записка! Записка! Так-так-так, мальчик в лесу! И я больше не узнаю этот мир, меняющийся вокруг нас. Он становится все темнее и мрачнее, и с ненавистью реагирует на наше присутствие. Мой сын, Коля, прибежал ко мне на прошлой неделе и рассказал, что он видел в лесу мальчика, который пытался заманить его глубже в чащу, а потом ударил его веткой... в лицу. По лицу, видимо. Рана на его лице является доказательством, хотя это может быть просто история, выдуманная им, чтобы скрыть свой позор. Коля клянется мне, что тот мальчик выглядел в точности, как он, и я склонен ему верить. Не знаю, мы ли создали этих чудовищ или просто разбудили их, но я точно знаю, нам тут больше не рады. Но, естественно, нам тут больше не рады, блин. Это вообще не наша планета, черт возьми. Так. Какой-то туманный амбион. Нет, это снова та херня, помните, которая, типа, раздваивается и уходит под землю. Ну давай, давай, сделай это, черт одери, сделай! Как это жутко смотрится! Фу, жутко, одновременно мерзко! Просто жесть. О, о! Оборотни. Эти существа принимают ее форму. Точно, я-то думаю, почему они все похожи на эту чувиху. По-видимому, корни способны принимать различные формы. Они поняли, что я следую за женщиной, и начали принимать ее форму, чтобы заманить меня в свои ловушки. Или она их контролирует, взаимодействуя с ними каким-то образом. Не могу понять. Я никогда бы не поверил во все это, если бы не испытал это сам. Но моя вера не имеет большой ценности. Я до сих пор не понимаю, что же происходит. Кстати, я тоже не понимаю вообще. Абсолютно. Я даже не уверен до конца, что это Марс какой-нибудь. Ну давай. Черт. Дерево. Дерево, блин, огромное. Мертвый лес. Это локация Мертвый лес. О, ёптво. Ёптво. Что за дерево? Мертвый лес. Ого, должно быть это необычайно красивый лес. Окей. Так, ладно. Мертвый лес. Еще одно доказательство того, что эта планета была когда-то обитаема. Я натолкнулся на останки огромного леса. Как и показывали наши расследовательные зонды, этот мир был когда-то полон разнообразных жизненных форм и стабильных экосистем. Вот представьте, ребят, посмотрите сюда и представьте, что все это когда-то цвело. Здесь была трава, можно было так сесть. Ну вот примерно такого зеленого цвета, только, только трава. Можно было так сесть и пикничок. Смотреть на лес. Там вот, я не знаю, было озерцо маленькое какое-нибудь. Озерце. Озерцо. Короче, озеро. Маленькое. Лужица. Ладно, идем дальше. Причудливые. Так, она прошла сквозь, ага, сквозь этот лес. Что это? Что это такое? Энергетические камни, но зачем они здесь? Алло, ребят, зачем они здесь, блин? Тут ведь нигде нет монолитов. Походу, будут. Так, ладно. А, с ними тоже можно так прыгать, так что, ладно, возьму на всякий случай. Так, хорошо, смотрите. У нас есть один выход, это перепрыгнуть. Перепрыгнуть здесь, но... Подождите, откуда мы пришли? Оттуда. Перепрыгнуть здесь, но, скорее всего, эти корни, они меня просто... Просто, короче, порешают. Здесь у нас ничего. Может, на этот камень можно? Что, если вот так вот? Что, если с возвышенности прыгнуть? Нет. Плохая идея. А что, если взять этот камушек, который у меня сейчас в руках, и вот туда толкнуть его? Или не толкнуть, а использовать лапу? Можно? Нет, нельзя. Так, ну чё, давайте тогда пытаться прыгать, что ли? Я не знаю. Но она точно туда пошла. Нет, давайте всё-таки всё ещё хорошо осмотрим вокруг. Прямо всё-всё-всё. Тут вот какой-то проходик, видите? Может, всё-таки есть какие-то проходы. Нет, проходов нет, ребят. А вот, смотрите. Нет. Нет, ребят, проходов, чёрт возьми, нет. Так, хорошо. Ну, блин, эта штука полюб... А, стоп! Смотрите, это же зелёный камень. Что если, когда у меня зелёный камень в руках, эти штуки меня не тронут? Что если? Ага. Аж 500 раз не тронут они тебя, блин. Как ты мог вообще на такое, блин, подумать про такое? Не тронут они. Кстати, посмотрите, камень там остался. Так, ну хорошо. Может быть, нужно вернуться назад? Может, где-то что-то... Ой-ой-ой-ой, опасно! Чёрт. Может быть, где-то что-то... Ага. Знаете, в прошлых частях игры головоломки были полегче. Как-то. Вроде как. Я их быстро и решал. А здесь что-то как-то пока не понимаю. Вот зачем эти камни нужны? Вот в чём вопрос. Зачем? Что если нужно куда-то вернуться назад вместе с этими камнями? Мне кажется, это, скорее всего, самый вероятный вариант, что нужно вернуться куда-то назад. Там мы были. Здесь на этот камень нельзя зайти. Давайте всё-всё осмотрим. Просто всё-всё-всё. А может быть вообще, да, здесь проход есть. Точно. Это ведь не совсем линейная игра. Во. Или нет? Не во. Нет, не во, походу. А нет. Всё-таки во. Что это? Образец ещё один. Уголь. Подобран образец минерала один из одного. Уголь. Я обнаружил некоторые необычные показания у этих образцов. Но я всё ещё верю. Уж верю, уголь является точной идентификацией для этого минерала. Поскольку уголь на земле образуется из растительного материала, я должен заключить, что эти образцы были сформированы из останков корнеподобных существ этой планеты. Тем не менее, есть что-то странное у этого организма. У этого образца, блин, организма. Я всё ещё не могу точно определить, с какой формой жизни мы имеем дело. Такие дела. Так, камень, ты со мной. Да, наверное, нужно назад. Так, ребят, если вы знаете, куда здесь идти, ну а я вот так вот туплю, то простите меня за это. Если хотите, можете перемотать дальше там видео или типа того. Потому что я пока не пройду эту херню, я не успокоюсь. Так, откуда мы оттуда пришли? Здесь у нас чисто. Значит, скорее всего, нужно вернуться назад. Но я там ничего не видел, куда можно эти камни воткнуть. Ничего не видел. Ой-ой-ой, чуть не наткнулся, блин. Или стоп? Или это мёртвый корн? Не знаю, но они чёрного цвета. Нет, я всё-таки зря. Так, ладно, может сюда? Куда-нибудь. Какие-то горы. Это то место, откуда я пришёл. Может быть, с левой стороны что-то есть? То есть, мы же пошли по следам направо. Скорее всего, с левой стороны тоже что-то есть. Ну блин, для чего эти камни? Зачем они нужны, ё-моё? Зачем? Они нужны. Что тут у нас? Ищем баги игры? Чёрт, главное не застрять здесь. Что я и сделал. Что я и сделал, блин. Давай, давай сделаю это, чёрт, я возьми. Прыгай, блин, прыгай. Ладно. Так, последний пункт сохранения. О, чёрт, я камень выкинул. Один из. Так, ладно. Здесь у нас ничего нет. Ладно, бежим дальше. В общем, как преодолеть эту штуку? Как? Я не знаю. У меня ничего нет, чтобы туда кинуть. Камень туда не кидается. Ну, то есть тот зелёный камушек. И лапа, она почему-то не включается. Лапа. Почему лапа не включается? Ну, по-любому как-то нужно перепрыгнуть, правильно? Как-то. А-а-а, смотрите, перепрыгнуть не пойдёт. Нет. Вот эти вот шевелящиеся корни, это как раз-таки те ублюдки, которые меня словили и убили. Так. Блин, ребят, ну вообще нет никаких идей. Серьёзно, вот честно, никаких нафиг идей нет. Так. Окей. Ну, блин, ну почему нельзя пройти просто сюда тоже? Последний камень здесь остался. Один вон там вот. Один в этой херне. Фигово дело. Давай же, ну что-нибудь сделай. Да блин, фига. Ладно. Чёрт возьми. Пробуем чуть-чуть по-другому. Может быть как-то... Как-то вот здесь вот можно перепрыгнуть просто. О! Я сломал игру. Чёрт! Надо было, наверное, взять ту зелё... Зелёную. Зелёный камень тот. Блин, точно. Ну ладно. Хотя, может быть, они просто так там лежат. Не знаю. Ну сейчас, если он нам понадобится, то это пипец будет. Конечно. Это будет пипец, блин. Ой-ой-ой, что это? Что это такое? Вы тоже это видите? Какой-то охрененный мост. Из корней. Ёб твою, какой он. Смотрите. Какие корни, блин. Так, а нам нужно, видимо, на этот мост? Мы поднимаемся сейчас. Скорее, да. Походу, что да. Обалдеть. Обалдеть, ребят. Ладно. Мост так мост. Вы только взгляните на это. О! Создатели портала. Должно быть... Это были создатели портала. Это создатели портала? Они, кажется, разумные существа, но они... Так похожи на корнеобразных тварей. Кем бы они ни были, они явно не выжили. В смысле, вот это создатели порт... В смысле, вот это? Нет. Что за фигня? Ну, я больше никого не видел. Может, я что-то пропустил? Да нет. Он говорит о каких-то создателях портала. А я, ну... Мы же помним, да, что они, типа, высокие, там все дела. Выше, чем люди, потому что там у них механизмы сделаны. Для более высоких существ. Но... Так, они мы туда. Но, ребят, я не думаю, что создатели портала это вот эти деревья. Блин, что за фигня? Как деревья могут быть создателями портала? Окей. А, что там за коготь? Что там за когти? Думаю, сейчас будет какой-то опасен. Что это такое? Что за звуки, блин? Мне это не нравится, ребят. Мне это не нравится. Смотрите, это точно когти какие-то. Ой, ёптвоё. Ёптвоё. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Обалдеть. Что это за хрень? Жесть. Куда я попал? Какое-то, блин... Какое-то ущелье... Ущелье призраков, ё-моё. Жесть. Ладно. Бежим дальше. Как я и говорил, ребят... Вау, вау, вау. Что это за хрня? Мега огромные цветочки. Ёптвою. Фу, как это мерзко выглядит. Будто какой-то паук свернулся, знаете? Чёрт. Фу, ненавижу пауков. Сохранение-то хорошо. Нет, знаете больше на чё похоже? Вот тот вот распустившийся похож на... Как же он называется? Подождите. Чёртики, чёртики. У нас недалеко от города в речке чёртики бывают такие острые чёрные штучки. Я не знаю, как они, как они, откуда они вообще берутся, но бывает, что они такие в воде лежат, и ты на них наступаешь и ногу протыкаешь. Лол. Нет, серьёзно. У нас в речке водятся чёртики. Так. И вот эти вот штуки, вот, распустившиеся именно. Похоже на именно таких чёртиков. Кстати, может быть... По ним и делали. Хотя нет, больше похоже на какого-то паука. Наверное. Ну, на первый взгляд. Так, что у нас здесь? Всё-таки тот зелёный камень не нужен был. Видимо, он нужен был для того, чтобы... Нас сбить с пути. Сбить с толку. Окей, пока что отлично, продвигаемся. Правда, вот тупил я там, где камень нужен был. Ну, видите, и правда, эти камни сбили меня с толку. Значит... Значит, создатель игры, который расставлял все эти головоломки... Справился со своей задачей, блин. Сбил с толку игрока. Нам туда. Блин, не устал он так? Бежать-то. Так, тут у нас сохранение. Ёб твоё! Что это было? Эй, ты чё, блин? Обалдеть, они живые. Походу. А, вот эти вот чёрные живые. Блин, надо, значит, на них как-то быстрее, да? Окей. 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 На них нужно, видимо, как-то быстрее от них отталкиваться. Быстрее бежать. А, потому что они могут тебя, видимо, сапать, скорее всего. Ну, лучше, короче, на них не задерживаться. Поторопился. Слишком поторопился, блин. Ладно, давайте ещё раз. Ещё раз. Ну, вот именно так, кстати, и нужно проходить здесь. Типа, очень быстро. Так, здесь можно не торопиться. А, здесь можно вообще одиночник даже прыжком. Тихо, тихо, тихо. О, есть, прошли. Шикарно. О, сохранение. Видите, это типа сложное было какое-то... Сложное препятствие. Тем не менее. Тем не менее, я на изи всё прохожу. Я играю, будто самый профессиональный игрок в эту икру. Что? А, ну вот. Я-то до того, как мы всяких этих чёртиков встретили. Вау! Блин! Ё-моё! Я только сказать хочу! Это похоже на воду замёрзшую. Это похоже на лёд. Походу, так и есть, ребят. Слышите этот звук? Будто ветер. Ё-по-твою, точно ледяные порывы. Зимние порывы ветра. О, обалдеть. Ладно, давайте я вам скажу всё-таки. Чёрт возьми, смотрите, какая красотища. Я имел в виду до того, как мы всяких этих пауков и чёртиков встретили. Только что, ну, вот эти я имею в виду цветы, которые типа такие высокие. Взвышались. Со шляпками. Типа того. Я хотел сказать, что игру сильно затянули. Это правда, ребята, это правда. Я и в прошлом видео говорил, что игру затянули. Я, конечно, не хотел там никого обидеть. Фанаты этой игры скажут, наверное, что... Я ублюдок долбаный. Игру и правда затянули. Блин, слишком долго всё это разворачивается. Это можно было сделать, не знаю, за час. Лёд. Рокхаунд. Достижение открыто. Подобран образец минерала два из одного. Лол. Я говорю, я уже второй раз ломаю эту игру, блин. Вчера тоже подбирал два из... два из одного. Ладно. Лёд. Здесь находится достаточное количество замороженной воды в виде огромных ледников. Легко забыть, что лёд появляется... А что лёд является наиболее распространённым минералом на поверхности земли. Мы думаем о нём только как о чём-то, что можно бросить в напиток, чтобы охладить его. А не как о важном минерале. Да. Вот так вот, ребят. Мы важный минерал кидаем в виски. Важный минерал. Это лёд. Видимо, нам сюда. Я не вижу её следы. А, вот они следы. Вот они. Следы. Нужно по ледникам подниматься сейчас, что ли? Типа. Типа. Так, а куда? Походу, вон туда. Походу. Я не уверен. Вот они, следы. Окей. Так, снова лёд. Значит, здесь жутко холодно. Эй, друг. Ты не устал? Не устал бежать? Всё время. Ёб твоё, что это? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Портал. Вот он, портал, видимо. А то не портал был. То был не портал. А вот это портал. Чёрт возьми, ребята. Вот и настоящий портал, блин. Обалдеть. Красотища. Так, это что такое? Что это? Что-то строили здесь, но не достроили, видимо. Ага, вон там вот сейчас нужно будет энергию включить, походу. Так, провода, провода, провода идут сюда. Ясно, понятно. Давайте оббежим его вокруг. Вот так вот сделаем с той стороны. Посмотрим, что есть вокруг него. Это похоже на дорогу, кстати. Значит, возможно, здесь есть вход. О, записка. Мы инопланетяне? Так. Новый мир, новый заговор. Дети говорят про инопланетян. Они оценивают расстояние до этого мира от нашего, собственного, как своего рода прогресс. Считают, что здесь мы можем быть ближе к открытию. Они не понимают подавляющей пустоты космоса. Тем не менее, сам факт того, что мы находимся здесь, действительно поднимает интересный вопрос. Книги, фильмы, программы по радио. Они всегда говорят про монстров, прибывших из космоса. Но в данном случае, разве мы не являемся вторгнувшейся инопланетной расой? Кстати, да. Это не лишено смысла. Ведь мы сюда, через этот портал прибыли. Ну как мы, может быть, вторгнувшейся расой? Не мы ведь построили этот портал. У нас ведь даже нет технологий для вторжения, наверное. Куда-либо. Так, окей. Вход вон там, ребят. Я знаю, вот сейчас эту скалу нужно будет обойти туда. Зайти. Но вот здесь вот, смотрите. Как бы закрытая зона. Можно ли сюда попасть? Внимание, опасная зона. Ха! Это только подогревает интерес. Окей. Внимание, опасная зона снова. Опасная зона для педиков. Так. Easy. Так, ладно. А что нам тут сделать-то нужно? Ага, камень. А камень вон он. А камень вон там. А, окей. Окей, здесь можно. Окей, все-таки все понял. А сейчас мы возьмем этой штукой. Камень. Шикарно. Так, вытащили. Окей. Так, все, easy. Теперь нам нужно этот камень сюда положить, наверное. Вот это хрень. Ага. Крик. Ну так. Или просто бросить нужно. Походу. Есть. Так, смотрите, я просто бросил, а он почему-то упал. Но показывает, что энергия подается. То есть, возможно, все. Да, показывает, что энергия подается. Короче, значит, все. Я свою задачу выполнил. Я свою задачу, как самца, выполнил. Уходим отсюда, ребята, уходим. Так же, как пришли, так и уходим. Та, тут вообще easy все оказывается. Я даже и не думал, что будет так легко. Нет, головоломки головоломками, но, блин. Здесь все-таки так, интуитивно все, это понятно, ребят. Это очень классно, кстати. Потому что, видите, получается, что мы просто бегали и смотрели на все эти красоты. И представляли себе. Кстати, вот по атмосфере реально очень классно. То есть, вот, не знаю, вот, вот прям классно сделано. Так, хорошо. Нам, видимо, вон там нужно зайти будет. Сейчас. Скорее всего. Скорее всего. Нет? Серьезно? А как тогда? Изи-головоломки, блин, как же. А как тогда зайти сюда? Ну, точно по этому мосту нужно как-то заходить. Значит, скорее всего, там, с той стороны нужно зайти как-то. Может, даже... Может, даже из-за той территории, как бы, на скалы. Типа того. А может, вообще не скалы. Может, это опять для отвлечения внимания сделано. Может, там дверь где-то открылась. Вон там. Вот он провод. Он же куда-то... Может, мы тут кнопку пропустили. Опа. Зеленый сл... А он был? Да, вот кнопка, кстати. Ёптвоё. Вау, вот это жесть. О, вот это портал. Обалдеть можно. Так, там чё-то лежит. Сколько крови, а чё за... А, тут же взрыв произошёл. Сломан. Да, это определённо сломанно. Отлично. Прощай, моя надежда покинуть эту планету. Так, она вон... Вон она, тачевиха стоит. А как я понимаю её язык? То есть, как наш персонаж понимает её язык? Что это за дела? Он говорит на английском? Понимает русском? Надеюсь, мы сможем добраться до этого модуля подачи кислорода. Застрял. Я обнаружил портал, который русские использовали для перемещения между Землёй и этой планетой. Но он не работает. Кажется, тут произошёл какой-то серьёзный сбой. Так что я не смогу воспользоваться порталом, чтобы вернуться на Землю. Также у меня заканчивается кислород, но в нескольких километрах к северу отсюда должен быть ещё один модуль подачи кислорода. Женщина ведёт меня в нужном направлении. Поэтому, если повезёт, я смогу добраться до туда и пополнить запас кислорода. Но что потом? Ладно, всё в порядку. Ну, блин, ну правда, что потом-то? Что потом? Это вся кровь, ребят. Помните этот директор, который оставлял нам послание в аудиозаписи? Он рассказывал, что тут взрыв произошёл жёсткий. В течение многих лет развитие нашей колонии на этой планете зависело от системы порталов. Нам никогда не приходило в голову, что когда-нибудь они перестанут работать. Когда местная растительность вымерла и жизнь ушла отсюда, надежда, что мы когда-нибудь возвратимся в Россию к нашим семьям, также погасла. Конечно, это произошло не в одночасье. С течением времени портал стал постепенно блёкнуть. Чем больше мы приспосабливали этот мир для нашего удобства, тем более опустошённой становилась окружающая нас среда. В конце концов, портал начал имитировать окружающий мир и стал сопротивляться. Сначала это были просто небольшие аварии в процессе транспортировки снабжения. Мы думали, что они были случайностью, ведь мы имели дело с лишь недавно обнаруженной технологией, поэтому в то время это было единственным разумным объяснением. Однако наши предположения оказались неверными. Мы это поняли, когда та же участь постигла и группу колонистов. Их жалкие останки, пятна засохшей крови на платформе прибытия – ужас, навсегда запечатлённый в нашем сознании. После этой трагедии Москва совсем прекратила поставки. Нам страшно было даже представить себе, что нас ожидает, не говоря уже о том, чтобы попытать удачу. Теперь мы находимся в ловушке в этом умирающем мире. Могила, которую мы вырыли сами себе. Такие вот дела, ребята. Окей, ладно. Пойдёмте отсюда. Чёрт. Мне нужно подвинуть эту платформу. Какую? В смысле? Куда подвинуть? Чё подвинуть? А, вот, смотрите, там чё-то... Вау. Конечно же, это бомба. Как же иначе? Так, подвинуть платформу, да, говоришь? Наверное, сюда. Точно не знаю, прав ли я или не прав. А, возможно... Да твоё... Серьёзно? Так. Что если просто кинуть здесь? И валим. Всё, валим отсюда нахер! Крутые парни не смотрят на взрыв. О, можно не прыгать даже. Можно по этой ебалке забраться. Что? Что это за... Я чё-то могу поднять? Нет, навряд ли. Так, ух ты, как идеально прям взорвалось. Видели? Так, вот, всё-таки этот мост для чего-то нужен. И... И... Окей. Другая локация. И там снова эти ублюдочные... А, утёсы. Локация называется. И там снова эти ублюдочные... Сейчас, беги! А, нет. О, чёрт! Чёрт! Туда бежать? А, блин. Я думал, это её копия. Ну, знаете, типа, такая... Которая под землю ещё уходит. Раздваивается, под землю уходит. Что это такое? Ветер какой-то? Направо. Она ведёт меня. Она ведёт меня к платформе с воздухом. Это значит, ребят, что она нормальная, чувиха, мирная. Она за на... Ой-ой-ой! Папасян. Чёрт, как она так быстро туда добралась, блин? Давай, давай. Даю, даю. Стой, подожди! О, чёрт! Сейчас. Вау! Нифига! Спасибо! Стой, подожди! Стой, подожди! Поздачь. Блин. Стой, подожди, стой, подожди. А мне пофиг, блин, я бегу. Не хочу останавливаться. Хочу быстрее уже. О, нифига. Она быстро бегает, кстати. Видимо, чемпионка мира в составе СССР. Осторожно! Да, понимаю, я что-то в камень, наверное, рухнет сейчас. Конечно. Так, так, так. Давай, давай, налево. Её лево, моё право. Вижу, как это работает. О, опять эти хрени. Чёрт. Аж страшно, блин, когда... Они загораются и начинают шевелиться, я-моё. О, вон она. Налево. Налево? А, вот сюда, наверное, налево. Снова ветер. Причём очень жёсткий. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Окей, всё. Всё круто, мы преодолели эту херню. Чё там такое? Какие-то корни снова? О, ёптвое, серьёзно? Изи, изи! Я смог, я смог. Так, там сохранилась игра, это хорошо. Снова монолиты, круто. Монолиты я люблю. Все любят монолиты. Так. Так. Оу-оу, не упади, главное. Окей. Так, и, видимо, нам сюда. Так. Так. Угу. 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 Значит, тут уже не очень изи. Хотя нет, всё-таки изи. Всё-таки изи. Или не изи. Всё-таки не изи. Так. Понял. По корням нужно. Всё-таки не по монолитам. Ой, ёпт. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Я чуть не сдох сейчас. Видали это? Видали это дерьмо, блин? Так, если по корням, то, значит, мне нужно... Куда мне нужно? Нет. Всё-таки, значит, не по корням, скорее всего. Туда никак не забраться. Всё-таки, тоже никак не забраться. Значит, всё-таки, чё-то нужно думать здесь. А что, если по... По этим... Угу. Если наверх туда забраться. Ну, они идут сюда. Перепробуем туда. Окей. Давайте попробуем. Может, смогу. Может, это... Опа. Чёрт. Нет, не получается туда запрыгнуть. Блин, не получается туда запрыгнуть. Может, вон там? Чёрт, блин. А чё делать-то тогда? А-а-а. Вот чё делать. Так, всё норм. Всё норм. Она сюда спрыгнула, побежала туда. Хорошо. Так, так, так. Музыка. Это значит, сейчас будет чё-то происходить. Может, уже происходит? Нет. Йоу. Йоу-йоу-йоу. Что это? Похоже, это какой-то генератор. Или вроде того. Я думал, это портал изначально. Оказывается, портал там. Так, мы возвращаемся, получается. Смотрите, там врата. Помните те? Походу, мы идём назад. Или нет? Или всё-таки нам к тому порталу нужно? Походу, да. Походу, туда нам нужно. О, вон там чё-то всё зелёное. Чё за фигня? А, возможно, сейчас мы тут эти найдём. Баллоны. Да, вон, вон он. Да, да, да. Да. Как я и думал. Топливо для реактивного ранца собрано. Включён режим усиленного толчка. Я это понимаю. Нет, ничего не происходит. Эта музыка, видимо, просто так была. О! А нам и правда сюда. Нам не туда, походу. Ну-ка, давайте прочитаем записку. Рапорт директора. 19 октября 1978 года. Подождите, октябрь же, да? Десятый месяц. Да. Зелёный огонь вымирает. Хотя недавний выброс медных частиц в атмосферу после взрыва и способствовал замедлению роста растений, это не могло стать причиной того обширного распространяющегося вымирания, которое мы наблюдаем по всей планете. Так, возможно, это как-то связано с порталом. Последние активации были достаточно беспокойной. Также флора и фауна планеты в последнее время стало неустойчивыми. Даже самые крупные виды живых существ стали гораздо более агрессивными после нашего вмешательства. Боюсь, что мы перешли приемлемые границы, проводя наши эксперименты. Были ли растения всегда такие злые? Или они просто сердятся на нас из-за наших неудач? Это, конечно, не звучит как теория рационального человека, но наука до сих пор не может дать ответа. Я только надеюсь, что ещё не слишком поздно. Она ещё может спасти всех. Наука? Вот что нам нужно. Нам нужно включить источник энергии. Хорошо. А где провод? Похоже, без провода, да? В принципе-то я могу запрыгнуть, наверное, да, сюда? Скорее всего. А, нет, всё равно нужно включать. Окей, ясно. Так, ясно. Давайте посмотрим вот здесь. Может быть, тут есть какой-то... Какой-то реактор. Монолит. Нет, здесь ничего нет. Смотрите, это неправда, как будто... Не знаю, что это. Но выглядит... Выглядит очень классно. Сейчас по-быстрому долетим туда. Но только где там монолит? Похоже, что за дверью. Но даже дверь не работает. Посмотрите, обратите внимание. Она не светится зелёным цветом. Что за звуки? Снова эта дверь. Снова эта дверь. Ладно. А почему тогда она светилась? Так, я помню код. Видите, но она не работает. Дверь не работает. Код не активируется. Это странно. Это странно. Где-то должна быть энергия. Смотрите, туда, наверх. Вот. Походу, это и есть та энергия, которая нам нужна. Видимо, нужно просто сейчас будет наверх как бы взлететь просто и всё. Там что-то есть наверху. Видели? Так, стоп. Может... Можно точно? Может просто можно преодолеть всё это дерьмо вот так? Вот, сюда там запрыгнуть. Потом сюда. По скалам, по скалам. И запрыгнуть наверх. Нет, не получится. Слишком высоко. Но там вот точно что-то есть. Вот там. Но как-то нужно активировать. А что это там внизу? Может, как-то вниз нужно спуститься зачем-то? Возможно, вот там вот что-то... Что-то странное. Было похоже на провод. Блин, зачем тут опять эти зелёные, чёрт возьми, камни? Опять и не сбивают с толку. Не падай, не-не-не. Блин. Так, а эта штука, видите, эта платформа работает. Окей. Поднимайся, всё. Поднимаемся. Значит, всё-таки это источник энергии. Это огромный генератор, который питает эти ворота. Окей. Ясно, понятно. Всё-таки классно. Смотрите, как классно, а? Так. Всё, работаем лапой. Есть. Есть. Есть ворота, смотрите. Ворота активные. Вы только посмотрите. Невидимая энергия отсюда идёт к воротам. Зелёного цвета. Блин. Что-то правда какое-то облучение жёсткое я сейчас получу ещё. Хе. Окей. Всё. Можно идти. Побежали. А тогда, кстати, я когда эти ворота открывал, я просто вообще чисто наугад, прикиньте, нажал. То есть, ну, я просто разбирался, как там управлять этой чёртовой лапой. Оказалось, что ввёл правильный код, блин. Так, теперь ворота работают. Врата. Врата ада. Не торопись, Томас. Не торопись. Всё. Всё норм. Всё круто. А вот теперь лапа. Мистер лапа? Нет. Так, неправильная кнопка. Может быть, наоборот? Неправильная. Как насчёт этой? Есть. Есть. Всё. Ага. Значит, так. Значит, вон та. Есть. Всё. Шикарно. Открывайся. Всё. Пошли. Конечно, они шикарно открываются. Можно было на это посмотреть, но нет. Я побегу назад. Мне нужно добраться до баллона. А чё потом-то, ребята? Чё потом-то? Вот мы доберёмся сейчас до баллона. И чё? Чё дальше? Горячие источники. О, это прям как в Турции. Ну, такие, знаете, типа... Белые, типа, бассейны маленькие. Там все такие лежат. Отдыхают. Это странный звук, блин. Воу. Воу. Не думаю, что сюда... Нужно наступать. Во, да. Прям как в Турции. Я же говорю. Не, не хочу наступать сюда, ребят. Не хочу. Пойдёмте. Просто пойдёмте отсюда нахер. Это, конечно, прикольно, но... Не, пойдёмте нафиг отсюда. Топливо для реактивного ранца заканчивается. Режим усиленного толчка отключен. Топливо для реактивного ранца заканчивается. Это что? Синего цвета. Те-е-е-е-к, вот туда. Нам нужно как-то, значит, забраться сюда. Окей. Но вот только как? Ага, вот как. Аквапарк. На самом деле, я даже не собираюсь пробовать прыгнуть в эту воду. Правда? Хе-хе-хе, конечно, конечно, конечно. Аквапарк. Я вошёл в зону необычайно высокой геотермальной активности. Вокруг полно горячих источников. Из-под земли выстреливают кейзеры. Ну, меня не... Но... Ну, меня не получается взбираться по скалу. Но у меня... Ну, так быстро, как у женщины. Интересно, смогу ли я использовать эти фонтаны, чтобы они подбрасывали меня вверх. Костюм должен защитить меня от отжигающей горячей воды. Но всё равно это будет тот ещё аккаунт. Попробуем? Так, ясно. Что за? Ну, так. Ясно. Круто. Нужно было бы, типа, в костюме два прыжка сделать. Окей. Ладно, продолжаем бежать по её следам. Чёрт возьми. Всё время мы бежим просто по её следам. Ну, чё за... Вот бабы, блин. Почему просто не остановиться и не сказать всё прямо? Кто ты, что ты? Что тебе нужно от меня? Угу. Это всё очень красиво. А это... Вау! Что это? Вау! Посмотрите! Ё-оу! Можно ли зайти сюда? Да, я уже зашёл. Чёрт. Нет, надо выбираться отсюда. Какая красотища! Посмотрите, какая... Блин! Обалденно. Не, нахер прыгать по всяким камням я лучше обойду. Там, скорее всего, можно обойти. Ага, аж три раза, блин, можно обойти, ё-моё. Блин, ну какая красотища всё-таки. А посмотрите на это. Напоминает мне какие-то картошки. Посмотрите, вид сверху. Ха-ха-ха. Мы прыгаем по картошкам. Вот он, рай белоруса. Ха-ха. Всё. Ну, земли, ребят, тут очень классные. Вот именно сам мир. Всё это очень классно сделано. Я, блин, просто... Просто не представляю, какую работу проделал. Ну, в смысле, поиграв-то представляю. Какую работу проделал автор. Ну, я имею в виду. И автор книги, ладно. И разработчик игры. Вы чё, блин, посмотрите на это всё. Прикиньте, сколько это нужно делать. Это что, снег? Что это? Вот с вершины этой горы мне почему-то что-то сыпется. Вау! Снова вода. Так, камни, которые нужно двигать. Ага, можно... Окей. Так, ребят, у меня сейчас место на жёстком диске закончилось. Давайте мы здесь остановимся, наверное, с вами. И продолжим в следующих видео. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И я надеюсь, вы подпишетесь на канал, если вы всё ещё не подписаны. Чёрт, как же громко всё-таки. Вот, я надеюсь, вы меня сейчас слышите, всё нормально. В общем, давайте, ребят, до следующих видео. До следующих видео.